О поддержке малого бизнеса в России последние годы говорят много и сделано тоже немало. Есть налоговые послабления, снизилась административная нагрузка, но по словам предпринимателей она все еще слишком высока. Взять хотя бы штрафы. Они выросли в разы. Из-за разного рода нарушения платить приходится уже не по 40, а по 100 тысяч рублей. И на форуме опоры России, который проходил в январе этого года, была предложена идея не штрафовать бизнес сразу, а дать ему время исправиться. Все знают, что сейчас пришел любой из 81 проверяющих органов, все знают, что это будет штраф, это будет наказание, неотъемлемо, особенно если пришла налоговая, то в любом случае ты получишь какое-то наказание. С 1 июня, согласно этому поручению, должен вступить в силу закон, который запрещает любым проверяющим органам, в том числе и налоговым, и прочим, применять какое-либо наказание при проверке. В числе память для развития своего дела также были названы недоступные кредиты, выросшие штрафы и внеплановые проверки по анонимным жалобам, которые сами по себе проблема. Сегодня подобные анонимки рассматриваться не будут. Начинают разбираться, зарплату выплатили, налоги за него заплатили, извините, ты отвечай за то, что ты оскорняешь своего работодателя там, и так далее. Ну, я думаю, что это очень правильно. Как заметил Андрей Кузьеванов, большинство поступивших от бизнесменов предложений президент поддержал. И они должны вступить в силу с 1 июня. А вот новая кадастровая оценка, исходя из которой теперь будет вестись на расчет налогов, вступила в силу с 1 января 2016 года. Согласно новому документу, во многих случаях кадастровая стоимость земель увеличилась в разы, существенно превышая рыночную. В целом по городскому округу земельная стоимость земельных участков возросла в среднем на 29%. Но переоценка производится в разрезе 16 различных категорий, и по каждой категории переоценка в различных пропорциях произведена. Ну и для сведения, значит, для земельных участков, занятых индивидуальными житыми домами, рост составил 16%. Занятых гаражами и автостоянками 2%, занятых объектами производственного назначения 19%, занятых административными и офисными зданиями 48%. Ну и самый значительный рост – это занятых объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания здесь рост 2,59%. Но, как заверили власти, увеличение не должно превысить 13%. Арендная плата все равно остается на уровне в 2015 году плюс 13%. Напомним, что именно арендная плата за землю сегодня является одним из источников пополнения местного бюджета. Кроме того, на Первом совете по предпринимательству был составлен план спортивных соревнований на текущий год.